С начала текущего года сотрудники прокуратуры выявили 783 нарушения закона. Принесено 88 протестов на незаконные правовые акты. В суд направлено 226 исковых заявлений. Внесено 95 представлений об устранении нарушений закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел. По постановлению прокурора города дисквалифицирован руководитель одного из автотранспортных предприятий. Поводом для прокурорского реагирования стало обращение нескольких сотрудников этой организации. Работодатель не своевременно выплачивал им заработную плату. При этом он уже ранее привлекался за нарушение законодательства о труде. В отношении руководителя предприятия было возбуждено административное производство по части 2 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений. Нарушение законодательства о труде, ранее подвергнутом в лицу административной ответственности за аналогичные правонарушения. Решением суда по постановлению прокурора города данный руководитель был дисквалифицирован на срок 1 год. По статистике, каждое второе обращение в прокуратуру касается нарушения законодательства об оплате труда, либо нарушения трудовых прав. В случае невыплаты заработной платы свыше двух и более месяцев, здесь уже нужно говорить об уголовной ответственности работателя за несвоевременную выплату заработной платы. Все последующие сроки квалифицируются как административное правонарушение. Попытка дать взятку сотруднику полиции закончилась уголовным делом. В конце августа текущего года главный бухгалтер Центра гигиены и эпидемиологии города Новый Рингой предложил оперативному сотруднику полиции Муравленко деньги в размере 300 тысяч рублей. Женщина попросила сотрудника правоохранительных органов прекратить уголовное преследование должностных лиц филиала Центра гигиены и эпидемиологии, расположенного в Муравленко. Данные действия лица были пресечены сотрудниками полиции и она была задержана при попытке дачи взятки сотрудникам полиции. Прокуратура Муравленко направила в городской суд исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда в интересах малолетних детей, ставших жертвами преступного посягательства со стороны жителя города. В одном из общежитий поселка Сосновый Бор мужчина нанес побои детям 6 и 9 лет, которые играли в коридоре и якобы мешали ему отдыхать. При этом обвиняемый был пьян. Прокуратура города по вступлению приговора мирового судьи в законную силу воспользовалась правом защиты несовершеннолетних уже в гражданском правовом порядке. То есть исковые заявления были поданы о взыскании компенсации морального вреда в пользу малолетних. По результатам рассмотрения Муравленко-Городской суд полностью удовлетворил исковые заявления прокурора, взыскав в пользу каждого из несовершеннолетних по 30 тысяч рублей. Скоро на скамье подсудимых окажется аферист, который пытался выманить деньги у многих муравленковцев. Мужчина отбывал наказание в Самарской исправительной колонии. Находясь за решеткой, обвиняемый звонил жителям нашего города. Представлялся сотрудником полиции и предлагал помощь в виде выкупа родственников, которые якобы совершили уголовное преступление и могут попасть в тюрьму. Жители города не только не поддались на уловку, но и сообщили об этом в полицию. Дело возбудили по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере». Если бы не бдительность горожан, каждый из них мог бы лишиться денег в размере от 150 до 250 тысяч рублей. Поскольку преступление было совершено им на территории другого субъекта Российской Федерации, уголовное дело перенаправлено в Самарский суд, где будет рассмотрено по существу. За совершение данного преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Поскольку Григорьев уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление по приговору суда, то по новому приговору суда ему будет назначено наказание по правилам статьи 70 по совокупности. Вынесен приговор в отношении заместителя главного врача Муравленковской городской больницы и исполняющего обязанности заведующей гинекологическим отделением. Их обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса в мошенничестве с использованием служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствием было доказано, что подсудимые давали своим подчиненным указание вносить в медицинские документы ложные сведения о нахождении пациентов на стационарном лечении и предоставлении необходимых процедур, хотя фактически это не соответствовало действительности. Те деньги, которые были перечислены в рамках обязательного медицинского страхования лечебному учреждению, они шли не только на содержание учреждения, но в том числе и на дополнительную оплату труда медицинских работников. Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, вместе с тем государственным обвинением были предъявлены достаточные доказательства и были люди осуждены к наказанию в виде лишения свободы, но с условным сроком 3 года. Также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. В связи с трагическими событиями в перинатальном центре Надымского района, там за несколько дней погибли четверо новорожденных и один малыш попал в реанимацию, прокуратурой Муравленко проведена проверка в родильном отделении городской больницы. Были вскрыты серьезные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. К примеру, как показала проверка, система вентиляции не обеспечивает необходимые параметры воздуха в палатах. К тому же не производится его очистка и обеззараживание. В связи с выявленными нарушениями в отношении заместителя главного врача городской больницы Алексея Алексеева, а также самого учреждения, были возбуждены административные производства по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть предусматривающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил к эксплуатации общественных помещений. Данные постановления уже рассмотрены начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по ИНАО в городе Муравленко. По результатам рассмотрения, виновные лица привлечены к ответственности. Совместитель главного врача, включен к ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей, в отношении юридического лица вынесен штраф в размере 10 тысяч рублей. Осуждена ветеринарный врач отдела Ноябрьского центра ветеринарии. Предварительным следствием было установлено, что ветврач в течение года выдавала предпринимателям ветеринарные справки, не осматривая мясную продукцию. Возимая в Муравленко мясо беспрепятственно попадала прямо на прилавки магазинов. Ветеринарный врач, безусловно, была заинтересована в большем количестве оформления таких документов, поскольку эти услуги платные. На основании платных услуг формируется общий дополнительный доход Ноябрьского центра ветеринарии. Из этих денег происходят дополнительные выплаты каждому работнику данного учреждения. Данные документы давали право предпринимателям реализовывать на территории города мясную продукцию. Мясная продукция не осматривалась врачом, в связи с чем не проверялась. Ну и, соответственно, вывод о том, что она отвечала требованиям безопасности, такой вывод нельзя было сделать. Ее противоправные действия были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела внутренних дел. Следственный орган собрал неопровержимые доказательства, на основании которых Муравленковский городской суд вынес обвинительный приговор. Приговором суда врачу было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Из-за затянувшегося ремонта в детском саду «Солнышко» и в пятой школе к административной ответственности привлечен директор «Ремстрой Гаранта». Из-за несвоевременной сдачи объектов школьники и дошколята были вынуждены посещать другие учебные учреждения. Между тем, в августе руководителю организации прокурором города было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Тем не менее, это не повлияло на ситуацию. Вместе с тем, несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, до 1 сентября проведение ремонта образовательных учреждений закончено не было, в связи с чем в дальнейшем директор юридического лица был привлечен к административной ответственности по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение законных требований прокурора. В настоящее время дела в административных правонарушениях находятся в мировом суде города Муравленко на рассмотрении. Безопасность на дороге превыше всего. В ходе одной из прокурорских проверок было установлено, что один из жителей города, состоящий на учете у врача-нарколога с диагнозом хронический алкоголизм второй стадии, имеет водительское удостоверение. Такой автолюбитель несет прямую опасность для других участников дорожного движения и не должен садиться за руль. Учитывая, что в соответствии с перечнем медицинских и психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, данное заболевание являлось препятствием для наличия у человека права управления транспортными средствами всех этих горий прокурором города, в Муравленко-Городской суд было направлено исковое заявление о прекращении данного права у указанного гражданина. Накануне в суде данное исковое заявление было рассмотрено, требования прокурора города были врезаны законными и обоснованными. Соответственно, в госавтоинспекцию было направлено решение о непосредственном исполнении судебного акта, в частности, об изъятии выделительского удостоверения у жителей города Муравленко. Внимание сотрудников прокуратуры было уделено и социальным сетям. В ходе одной из проверок были выявлены факты нарушения законодательства о противодействии экстремизму. Учитывая, что размещенные в сети интернет материалы были размещены там с целью возбуждения вражды и ненависти к представителям народов Кавказа и Азии, прокуратурой города Муральский городской суд было направлено на представление с целью его признания данных материалов экстремистскими и прекращения свободного доступа к ним. В конце сентября прокурор города Александр Литвинов провел координационное совещание, на котором были рассмотрены вопросы розыска преступников и без вести пропавших лиц. В работе совещания приняли участие руководители территориальных подразделений, Следственного комитета России, Министерства внутренних дел и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Проведение закрытого координационного совещания руководителей правоохранительных органов города Муравленко было обусловлено тем, что на протяжении последних лет снижается эффективность розыскных мероприятий по розыску преступников, скрывшихся от органов предварительного расследования и суда. В частности, только в текущем году из 41 лица, находившегося в розыске, было розыскано лишь 26. По результатам проведенного совещания участниками было принято постановление координационного совещания, в соответствии с которыми будут приняты дополнительные меры, направленные на повышение качества и эффективности розыскной работы. Это все, что мы успели рассказать в программе «Грани закона». Следующий выпуск смотрите в ноябре.